Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 675. События дня. 2 Езра 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. За 18 октября 2017 года. Я говорю тут. Меня спрашивают, отвечают. Во дворе работаю с Володей, а его сегодня уже и нет. За ним заехали он инструменты, бензопилу и уехали. Сегодня корчевал проросшие клены. Когда вывозили не нужен на свалку, Володя вернулся и веревочку бросил прямо на асфальт. Не видел я и грохнулся об этот асфальт. Пока работал, но ноет все сильнее левая рука на сгибе кисти. Может быть и трещина. Так что на меня какая тут надежда. Лишь бы успеть до снега и забор подправить не в одном месте. Вчера виноград закрыли. Пилили клен и вишняк. Мне отвечают. Вы себя-то не изнуряйте так. А если хуже будет? Да и кости-то ваши уже не молодые же. А куда мы-то без вас? Отвечают. Да, действительно. Когда падал о вас и не подумал даже. Это как Нерон в фильме Камагридеш. Уже его сместили. А он со стоном и надрывом так ударил руками по бедрам. Да как же они без меня тут будут? Или в муму. Барыня иногда ложилась в настоящий гроб и слушала, как проходили мимо ее адра вся дворня и голосились с причитанием. И как кто из дворовых о ней тосковал и плакал, слушала внимательно с того света, а потом уже воскреснув, начинала выдавать им, как воскресшая обновленная. Ксения Юрьева. Мир вам, дорогой наш Игнатий Тихонович. Прошу ваших святых молитв о молодом священнике Иереи Константине Аникине. Город Прокопьевск, Кемеровская область. Сколько молодой. Ничего не написал. Молодой, когда 30 лет, он должен перестать служить. Уйти за штат или как. Нарушение канонов. О нем его жене не празднует Фатинии. Их маленьком сынишке, младенце Николая. Отец Константин тяжело болеет. По порядку начинаем. Отец Константин тяжело болеет. Это молодой. Тяжело болеет. Был прооперирован. Грыжа белой линии живота. После чего врачи, обнаружив новое образование в печени, подозревают рак. Печень увеличивается, мучают боли. Нужны дорогостоящие лекарства и обследования. Но супруга со дня на день должна родить второго малыша. А маленький Коленька с температурой под 40. Служит вторым священником. Денег катастрофически не хватает. Епархия, как я поняла, не помогает. Слезно просит молитву о своей семье. Ваши молитвы, Игнатий Тихонович, Бог слышит. Я испытал силу вашей молитвы на собственном опыте. Вы знаете, о чем молиться и как. Поэтому ничего конкретного не прошу. Полностью доверяю вам и Господу. Спаси вас, Христос. Господь всех слышит. Отвечает, как ему нужно бывает. Но тут такие вот, что болеют. Болезни, там церебральный паралич. Ребенок родился. Не слышит, не видит. Нужны дорогостоящие лекарства. Но явное дело, что не на это нужны деньги-то. Там не вылечить. Ни один врач его вылечить не может. Он умер и все. Нет, дорогостоящие лекарства. Ну, зачем? Я не знаю как, но мне кажется, я за жизнь копейки не заплатил за свое здоровье. А зачем? Святая вода, проспор. Живи нормально. Вовремя вставай на молитву. Непрерывно трудись. Ну, бывает, операция-то нужна. Бывает, там что-то сломал или еще что-то. Но ходить... Вот дорогостоящие лекарства. Вот это вообще не понимаю. Ребенок только родился. Лежит. Температура не сходит. Показывает. Страшно смотреть даже. Это... Даже на ребенка-то не похож. Там губа раздвоенная. Глаза какие не глядят. На дорогостоящие лекарства. Ну, явно видно, что подстава. Не надо этого делать. А вот у нас лежит он. И болеет. Как он болеет лежит? Оказывается, подключенный к аппаратуре. Ни дыхания нету, ничего нету. Ну, растительной жизни. Два года. Так нам отключать аппаратуру или нет? Мы такие деньги платим. Не знаю, насколько это верно. А зачем? У меня знакомая одна. А я с ним дружил. Он юрист. И она говорит, дети приехали. Он умирает. Они этими утюгами его... Ну, вот показывают, как сбежавшие из ада. Его подбрасывают буквально. Сейчас. Второе. Они над ним. Я говорю, дети, оставьте отца в покое. И дайте ему помереть-то. А он не разговаривает, глаза не открывает, ничего нету. Они его оживление большими токами бьют. То есть уже в ад спускают. Зачем это? У нас и мама, и бабушка, и отец умирали все. Пришло время. Глаза закрыл. Благословил всех. И все на этом. Смерти боятся. Болезни боятся. Да зачем же жить-то тогда? Живи спокойно. Даже если одна минута осталась жить, и тогда достойно проживи ее с благодарением Богу. Не ища ничего более. То есть, ну, помолиться-то, да, можно. А... Не знаю. Молодой священник. Вот Коленька у нас были. Николай, Володя, Сережа, Александр. Даже видно по имени-то, что... Не по календарю называют детей-то. Подозревают рак. Ну, рак, значит, помер и... Ничего дальше нельзя. Операцию-то сделали. Делать, не делать операцию. Монахиня говорит. И сказали, ну, если пострадать хочешь, делай. Но это не поможет. Сделали операцию. Ну, и дальше еще. Последствия операции, понятно, какие. Ну, и умер человек. Это я попутно говорю. Вчера целый день тут возился. Четыре клёна дали побеги. И надо было вырубать с корнем. Уж бился-бился один. И все равно вырубил ломик, сечка, топор, ножовка. Сколько время тискал. Наконец вытащил все четыре. Даже удивился, что Господь помог убрать. Ну, а потом необходимо, что оставил. Порубил правой рукой. Забылся ночью. Рука не имела. Не растереть не могу. Ничего. Это левая болит, рука правая, там колени. Ну, что болит-то? Что спрашивает? 78 лет. Благословен Господь. Ногами я сам хожу. Пища перерабатывается. Аппетит хороший. Что еще надо-то? Покажу наши ресурсы. Вот, пожалуйста. В моем мире. Тут можно переписываться. Вчера один просится ко мне. Ну, охота ему побеседовать. Там что-то такие вопросы. Вот. Ну, сейчас вот покажу его. Николай Синьков. И главное, пишет. Сразу видно, что с сектантами связан. То про старое обрядчество. Не знаю. Так мне показалось. Назначил встречу. А заходит другой, которому я запретил приходить. И больше пока вопросов нет. А так. Мурашится на одном месте. А здесь заходит. И жду Николая Синькова. Заходит Виктор. Солопов. Солопов. Мне кажется, это специально, чтобы я-то не знаю, не вижу. И думаю, другого принимаю. А он в это время зашел. Говорит. Да там мелькает товарищ. Что-то такое. Ну, такое неприятное чувство. Неискренность вот эта. Где-то работает. Как работает? Миссионерским отделом. А что делать? Иконки раздаем и свечки. Ну, то есть, или дурит никакой наркоман. Или кто. Ну, вот привязался. Не могу никак его. Одного закрываешь, он по другим именем залазит. Вот оно. И вот начинает изображение, вот, статейку о ком. Я-то его не знал. О церкви, Филадельф. То есть, разные такие вопросы, которые никакого отношения к спасению ему не имеют. Ищи. Тем более, у нас в литературе все толкование дается. Ничего не надо. Не хочу учиться, а хочу жениться. Вот этого недорослей вспомнишь. И далее. Наш форум большой. Очень. Тут все найдешь. Ты жениться, не жениться. Ну, и вот. Наш православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Сегодня пришлось встать мне в три часа. С чем-то. Чтобы приготовиться здесь. Ну, вот. Выставил. Пять роликов. Дальше. Во свете Библии. Православный Библийский. Сайт. Это наши ресурсы. Я чужими не занимаюсь. Ну, и вопросы и ответы. Вопрос 3414. 21 том. Открытым оком. Во втором томе толкования блаженного фефилакта. На странице 106 написано. Выражением же воздерживается от удавленины. Интересно. Запрещается убийство. Разве здесь запрет на убийство? Не запрет ли здесь на употребление в пищу удавленины? И на странице 53. Поразил египтянина, Моисей отомстил ему за угнетаемого им. Не по иступлению, не по гневу убил он египтянина, но по ревности о Боге. А то, что совершается по ревности о Боге, хотя бы и было убийством, не есть убийство. Не согласен с этим, это тоже есть убийство. Ну вот так, это уже православие такое. Так объясняю. Правильно все это. Правильно, что тут убийство, а там главное удавлено убийство. А человека убил не убийство. Это мне вопрос задавали. Ответ убийства кого? Животных и птиц? Или намек, чтобы не были склонны к убийству? Вид же заколотых животных провоцирует на убийство и людей. Как юристы говорят, вот как выглядит само постановление апостольское деяние, 15 глава, 20 стих. Написать им, чтобы они воздерживались от оскорненного идолами, от блуда, удавленены и крови. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Из удавленного зайца или рябчика кровь не выпущена на землю. Что и делает такую пищу нечистой. Об удавлении в Ветхом Завете не говорилось. Бытие 9.4 Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Ну и далее. Еще одно место. Первое. Сарж 14.32 И кинулся народ на добычу. И брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. Ну заколали, но как с кровью? Запрещается убийство. Может быть нужно понимать так, что запрещается убийство животных путем без пролития крови. Как ныне на мясокомбинатах электротоком. А относительно убийства Моисеем и Египтянина, конечно же, это было убийство. Но Бог ему это не вменил вину. Ни по иступлению, ни по гневу. То есть убийство, как грех, карается смертью. Число 35.33 Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю. И земля не иначе ощущается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Интересно, кровью ощущается. Когда евреи сделали тельца и поклонились ему, то Моисей распорядился уничтожить этих богохульников. Интересно, мало про это где говорят. Исход 32.289 И сделали сыны ливийные послову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки вашу Господу. «Каждый в сыне своем и братье своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». И получили за сие благословение. Не за убийство же, а за послушание и за ревность о деле Господнем. Поступающий по повелению Егова удаляет скверну, а преступающий хотя бы и делал то же самое, оскверняет землю. Поэтому убийство не по воле Божией, а сквернение. Надо смотреть, о чем речь идет. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих, и мерзостями своими наполнили наследие мое. Всевышний граду Константина землетрясение посылал, и гелеспондская пучина, и берег с грудой горы скал. Дрожали и царей палаты, и храм, и цирк, и гипподром, и стен городских верхи зубчата, и все поморье кругом. По всей пространной Византии в отверстых храмах Богу сил обильно пели селечии и дым молительных кадил. Глубился, люди страхом полно текли перед Христов алтарь, сенат, сенклит, народы волны, и сам благочестивый царь. Вообще их вопли и моления Господь во гневе отвергал, и гул и гром землетрясения не умолкал, не умолкал. Тогда невидимая сила с небес на землю не зашла, и быстро отрока схватила и выше облако несла. И внял он горнему глаголу небесных ликов «свят-свят-свят», и песню ту принес он долу священным трепетом объят. И церковь те слова святые свою молитву приняла, и той молитвы Византия себя от гибели спасла. Так ты, поэт, в годину страха и колебания земли, носи с душой превыше праха и риком ангельским внемли, и приноси дрожащим людям молитвы с горней вышины, да в сердце примем их и будем, мы нашей верой спасены. 1844 год. Языков. Вот так. Ну, считаю, на сегодня достаточно. Хотя здесь у меня еще где-то... Что-то тут такое. Давай за местами аптистам приготовил. А в чем? Спасибо. Спасибо. Спасибо.